Добрый день! Вы смотрите новости в студии Яна Аксенова в начале выпуска. Коротко о некоторых темах. Жители отдаленных районов Барнаула смогут воспользоваться льготами на проезд. Какие маршруты общественного транспорта скоро перейдут на регулируемые тарифы. Рождественский пост начался накануне и продлится до 6 января. Что он означает для верующих? Алтайская резиденция Деда Мороза приступила к реализации проекта сказочной карты. Что это такое? Смотрите далее. Жители отдаленных районов Барнаула смогут воспользоваться льготами на проезд. Несколько маршрутов общественного транспорта переходят на регулируемые тарифы с 1 декабря. Речь о 70 и 73 номерах. На маршруте номер 70 от поселка Борзовая заимка до площади Победы будут работать два автобуса малого класса с интервалом движения в 44 минуты. Автобус номер 73 от улицы Просторной до площади Спартака будет ездить каждые 30 минут. Также с 1 декабря в Барнауле возобновят работу регулируемого маршрута номер 110 от остановки Спартак-2 до аэропорта. Будут курсировать четыре автобуса среднего класса. Интервал движения 36 минут. Добавлю, пассажиры смогут пользоваться в них правом льготного проезда, в том числе по транспортным картам, школьный и студенческий. Рождественский пост начался накануне и продлится до 6 января. В день Рождества Христова пост заканчивается. В Евангелии говорится, что перед выходом на проповедь в Галилее и Иудее Христос удалился от людей и постился 40 дней и ночей. В память об этих событиях христиане готовятся к Рождеству, постясь при этом 40 дней. Отмечу, что Рождественский пост – один из самых древних. Первое упоминание о нем датируется 300-ми годами нашей эры, но, возможно, он появился и раньше. 40-дневным пост стал уже к 1000-му году нашей эры. До этого он соблюдался всего 7 дней. Во все дни поста стоит воздержаться от мяса, яиц и молочных продуктов. В среду и пятницу самый строгий пост – только овощи, фрукты и хлеб. И не забывать о молитве. Сам пост, по словам Иоанна Златоуста, святителя, если он соблюдается только телесно, то он не угоден Богу и даже некое кощунство по отношению к посту. Потому что пищу некоторые люди могут вообще не принимать никакое, то, что запрещено принимать в пост. А задача человека – соблюсти и пост, и молитву. Для христианина главная цель в этот пост – усиленно подготовиться к рождению Иисуса и крепким телом, и духом, тем самым концентрируясь на духовной жизни. К другим темам. Алтайская резиденция Деда Мороза приступила к реализации проекта сказочной карты. Проект был представлен в Великом Устюге. Сегодня на интерактивной карте сказочных персонажей уже 40 локаций. Наиболее известной из них – родина Бабы-Яги в Ярославской области и ее кота Вешкороле. Официальный статус сказочной столицы России закреплен за Великим Устюгом. Однако, понятного каталога с картой сказочных локаций до сих пор не было. Проект такой карты представила делегация Алтайской резиденции волшебника в Великом Устюге на дне рождения главного Деда Мороза страны. Есть персонажи сказочные, у которых есть резиденции, какие-то локации, где они встречают туристов. Мы работаем в этом направлении и на нашей интерактивной карте как раз представлены туристические направления. Возможно, на этой карте появится и резиденция Кощея Бессмертного, родиной которого часто называют село Озерки Тольменского района. Добавлю, резиденция Алтайского Деда Мороза действует уже 11 лет, из которых 3 года она работает в Белокурихе. Через пару дней наступит официальная календарная зима. До Нового года всего месяц. Мы вышли на улицы города и поинтересовались у барнаульцев, когда они планируют ставить новогоднюю ель. Оказалось, некоторые решили устроить себе праздник задолго до. Да, я уже поставила елку. Вообще, я обожаю Новый год. Хочется побольше такой праздничной атмосферы в своем доме. А гирлянду повесили? Да, на окно повешала уже гирлянду. Пока еще не украшаем, очень много работы. Дома редко бываю. Бывает, что просто захожу переночевать. Так что, конечно, планирую, потому что Новый год все-таки праздник большой. Хочется настроение создать. Нет, еще не нарядили, потому что в нашей семье есть традиция. 18 декабря каждый год мы наряжаем наш дом. Почему у нас не нарядили? Потому что с 17 у меня день рождения, а потом у нас начинается больше к Новому году атмосфера дома. Конечно, гирлянды, мишура. Елка, да, с игрушками обязательно. Уже? Ну, еще нет. 1 декабря обязательно будем наряжать. Педагог Барнаульского детского казачьего ансамбля «Чубарики» станет участницей Всероссийской просветительской экспедиции «От учителя к ученому. Дорогами гражданственности». Ее приурочили к грядущему году педагога и наставника и 20-летию конкурса проектов «Моя страна, моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Всероссийский конкурс «Моя страна, моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации инициировали просветительскую экспедицию. Молодые ученые отправятся в регионы к педагогам-новаторам за их уникальными методиками работы с детьми. В конкурсе приняли участие более трех тысяч педагогов из всех субъектов Российской Федерации, в том числе педагоги, работающие на новых территориях Российской Федерации. Олеся Таирова – педагог Барнаульского детского казачьего ансамбля. Ее проект – это методическая работа с родителями участников. Как традиционные формы, открытые занятия и собрания, так и нетрадиционные. Родители вместе с детьми и педагогами проводят время на пикниках, днях здоровья, отчетных концертах. Было интересно поработать не только с детьми, но и с родителями. И, как оказалось, что это очень интересно. Дети проявляют большой интерес, когда их же родитель встает с ними на одну ступеньку и начинает вместе творить, двигаться к цели, в каких-то спортивных мероприятиях. Родители мотивируют своих детей для большей творческой работы. Экспедицию реализуют на базе Российского государственного гуманитарного университета победители двух конкурсов по формированию экспертной проектной группы и педагогов-новаторов и станут ее участниками. Это, безусловно, откроет возможность для написания статей, эссе многих работ, которые позволят улучшить качество педагогического образования в нашей стране решительным образом. Итогом проекта станет издание «Живой педагогической энциклопедии», в которой будут собраны лучшие практики педагогов со всей страны. А уже в декабре участники и эксперты проекта соберутся в Москве на научно-практическом коллоквиуме, где обсудят предстоящую в 2023 году экспедицию. Яна Аксенова, Анна Москаленко, Сергей Седых. Новости. 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 Тема было пройти тест и сшить платья за 4 часа. Нам дали крой, платье всем, естественно, одинаковое. У каждого был свой наблюдатель, который рядышком, вот здесь всегда стоял, с секундомером. Потому что, если, допустим, я куда-то, мне нужно было пойти попить водички, они останавливали время. Я ходила попила воды, потом они опять время включали. Все это потом учитывалось. Все справились. 20 платьев на вешалку повесили. Нина Катыхина заняла шестое место на всероссийском конкурсе. Елена Фоминых – пятая. Кроме того, барнаульские портные выиграли в спецноминации за безупречный внешний вид. Им вручили сертификат на 50 тысяч рублей в один из магазинов одежды. Барнаульские артисты впервые выступили в Белоруссии. Ансамбль песни и танца «Алтай» представил свои спектакли на 33-м международном фестивале современной хореографии. Для нас это большая честь. Фестиваль идет уже 33 года. И здесь побывали самые разные великолепные коллективы нашей страны и ближнего зарубежья, а также коллективы с Европы. Поэтому нам оказано высокое доверие, мы его с честью оправдали. Артисты показали два спектакля – «Болеро» и «Рахманинов». Алтайская публика познакомилась со второй постановкой еще в октябре. В ее создании принял участие Владимир Васильев. Это уже пятая постановка известного балетмейстера на барнаульской сцене. О спорте. Алтайский спортсмен взял бронзу на Кубке России по самбо. Из 400 участников из разных уголков страны, барнаулиц, Нурсултан Саудакасов занял почетное третье место. По словам тренера Сергея Тюкина, Кубок России по сложности уступает только чемпионату России. И в будущем Сергей видит своего спортсмена именно там. На будущем это у нас чемпионат Сибири в декабре этого года. Ну и чемпионат России уже будет в 2023 году, в конце февраля. Будем готовиться на третье соревнование. Минимум хотим призерами это стать точно. Сначала на Сибири отобраться нужно на чемпионат России, и потом уже поехать на чемпионат России. Мы хотим, чтобы Нурсултан стал призером чемпионата страны. Нурсултан взял бронзу в весовой категории 53 килограмма. Отмечу, что этот турнир стал для самбиста путевкой в резервный состав сборной страны. С приходом зимы каждый желающий сможет бесплатно заниматься спортом под наблюдением опытных тренеров. Проект «Зимний дворовый инструктор» стартует 1 декабря. Занятия будут проходить на свежем воздухе. Среди них футбол на снегу, хоккей, лыжи, веселые старты. Тренировки проведут в поселке Центральном и в научном городке. Помимо зимних видов спорта, каждый желающий сможет попробовать себя в ботче, игре на точность, броска. Принять участие в тренировках могут люди любого возраста и любой физической подготовки. Краснокнижную птицу привезли из Новосибирска в Барнаул на реабилитацию. Чомгу нашли на улице на прошлой неделе. Неравнодушные люди ее приютили и отогрели. Но принимать птицу в Новосибирском зоопарке и реабилитационном центре отказались. Чомгу отвезли в Барнаульский центр реабилитации диких пернатых. При осмотре повреждения у птицы не обнаружили. Как сообщает ЧС-Инфо по Новосибирской области, птицу уже перевезли в другой реабилитационный центр Барнаула, где она будет находиться до полного восстановления. На этом пока все. Еще больше новостей найдете на нашем сайте, а также в группах телеканала в социальных сетях. С вами была Яна Аксенова. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok